Эти разработки апробируются в войсках Эти разработки апробируются в войсках ВДВ представят на форуме умных роботов и новейшие средства, позволяющие крылатой пехоте побеждать в экстремальных условиях На Международный военно-технический форум армия делегация из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени ВФ Маргелова ездит со дня его проведения Но если первые попытки участия не осуществлялись с комплектом плакатов, то с созданием в учебном заведении 1 сентября 2017 года научно-исследовательского отдела разработчики в погонах прибывают на форум с инновационными проектами, доведенными до уровня внедрения В 2018 году воздушно-десантный стенд был признан самым посещаемым среди организаций и предприятий Минобороны Только за один день его осмотрели около 300 человек Чем будут удивлять десантники на юбилейном форуме Армия-2019, узнала корреспондент Красной Звезды В этом году, как пояснил начальник научно-исследовательского отдела доктор технических наук полковник Василий Елистратов, направление разработок в кластере ВДВ смещено в сторону элементов искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности В прошлом же году выставленные результаты исследований были посвящены энерго- и ресурсосбережению, безопасности и эксплуатации объектов вооружения и военной техники Отдельное внимание специалистами научно-исследовательского отдела уделено разработкам двойного назначения, то есть таким, которые пригодятся и в военном, и в гражданском секторе Часть из прошлогодних опытных образцов, доработанных и доведенных до промышленного вида, снова будет выставлена на военно-техническом форуме в этом году Например, в жилетах с подогревом, которые уже проходят апробацию на полевых занятиях с курсантами в зимнее время, разработчики уменьшили энергоемкость и обеспечили работу системы в водной среде Данное изделие, отмечает полковник Василий Елистратов, сможет использоваться военнослужащими в суровых арктических условиях А так как оно еще является разработкой двойного назначения, то подойдет и тем, кто отправляется в Заполярье и Снежные горы Конечно, особое внимание будет уделено новинкам, которые представят десантники в этом году Однако стоит отметить, что перед отбором экспонатов на форум в апреле на базе РФТКУ прошел первый в истории ВДВ День инноваций Победители выставки составили костяк итоговой экспозиции Создание научно-исследовательского отдела в училище позволило систематизировать наши знания и расширить функциональные возможности, в том числе и по взаимодействию с предприятиями промышленности Координатором всех разработок и связующим звеном по сотрудничеству с заводами оборонно-промышленного комплекса стал военно-научный комитет ВДВ, рассказывает полковник Елистратов А форум позволяет сократить дистанцию между производством и военными, для которых и создается техника В этом году уже традиционно будет работать экспертная комиссия по отбору экспонатов, полезных для родов и видов войск И мой собеседник, доктор технических наук полковник Елистратов, включен в ее состав для рассмотрения подобных изделий, которые могут пригодиться воздушно-десантным войскам Отдельное внимание специалистами научно-исследовательского отдела уделено разработкам двойного назначения, то есть таким, которые пригодятся и в военном, и в гражданском секторе Ежегодно десантники получают медали, кубки и награды на различных международных и всероссийских научных выставках за проекты, разработанные курсантами, преподавателями, адъюнктами, военными и гражданскими конструкторами с использованием опыта военных специалистов, служащих в воздушно-десантных войсках На форуме Армия-2019 им тоже будет чем удивить посетителей Как уже отметил начальник научно-исследовательского отдела РФТКУ полковник Елистратов, некоторые разработки прошлых лет они улучшают и наделяют новыми характеристиками Так, в этом году научные сотрудники училища представят на форуме новый тренажер парашютиста-десантника с элементами виртуальной реальности Кудес НЭК Сама идея реализует результат докторской диссертации подполковника Владислава Абонина Предыдущая версия уже получила заслуженное внимание посетителей форума и стала лучшей разработкой в номинации антитеррорной международной выставки средств обеспечения безопасности государства Интерполитех-2018 По сравнению с предыдущим вариантом новый тренажер полностью автоматизирован и электрифицирован Эффект свободного падения в новой установке создается за счет естественной силы тяжести Испытуемый думает, что падает лицом вниз, а на самом деле находится животом вверх, поясняют разработчики А имитация парашютного прыжка там затрагивает не только несколько секунд свободного падения, как было в прототипе, но и отделение от летательного аппарата, работу под куполом и приземление Выглядит это так На человека надевают специальные очки с записью реального или смоделированного прыжка, датчики и элементы парашютной системы типа крыло, а затем погружают в так называемую дополненную реальность Чтобы создать правдоподобный эффект, установка вращается в разных плоскостях, вентиляторы создают поток воздуха, а беговая дорожка имитирует покидание вертолета и приземление В зависимости от моделируемых погодных условий и действий парашютиста скорость беговой дорожки изменяется инструктором В очках виртуальной реальности, считают разработчики, человек сможет безопасно подготовиться к парашютному прыжку на различную местность, в том числе на крыше зданий и ограниченные площадки Динамические возможности тренажера позволяют отрабатывать широкий спектр нештатных ситуаций, связанных с отказами парашютной системы В реальных прыжках формировать эти навыки небезопасно, поясняет полковник Василий Елистратов Изюминка форума в том, что зрители могут потрогать и на себе попробовать некоторые изделия Предыдущий вариант тренажера на форуме армия произвел ажиотаж среди посетителей Некоторые даже загорелись идея поступить в наше училище, а кто-то твердо сказал, что его вестибулярный аппарат не готов к подобным перегрузкам Новый тренажер также можно будет опробовать на армии 2019 Отдельное внимание в разработках десантников удалено и робототехническим комплексом Например, на форуме армия 2019 будет выставлена наземная транспортная система с элементами искусственного интеллекта Марс, способная работать в нескольких режимах Назвали изделия так из-за схожести с луноходом Однако для улучшенной проходимости Марс сделан на гусеничном ходу При разработке данного образца использовались архивные данные о роботизированной спецтехнике, которая применялась в ходе ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС Рязань Кристина Уколова, Красная звезда Рязань Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!